В этом году Заречный вновь присоединился к всероссийской акции «ЕГЭ глазами родителей». Процесс проведения экзамена максимально приближен к реальному. В начале – проход через арочный металлодетектор. У некоторых участников попасть в пункт проведения экзамена получилось не сразу. Но это был единственный момент, который вызвал трудности у экзаменующихся. В итоге в пункт проведения «ЕГЭ» попали все желающие, а таких оказалось 16 человек. В школе, когда я выпускался, я этот экзамен не сдавал. У нас был обычный экзамен, это было сочинение. Я получил, как сейчас помню, 4-5, один из лучших баллов в тот момент. Ну и интересно было посмотреть, как сейчас дети сдают в «ЕГЭ». Интересно посмотреть, что осталось от тех школьных знаний, потому что школу я заканчивал 20 лет назад. И что осталось от этого, очень интересно посмотреть. Специально не готовился, ничего не смотрел. Экзамен в форме «ЕГЭ» большинство участников сдавали впервые. Но с порядком проведения были знакомы все. Когда у меня сын учился в школе, меня, как активного родителя, пригласили поучаствовать еще до того, как он сдавал «ЕГЭ». Пригласили поучаствовать в качестве наблюдателя. То есть я приблизительно вот эту вот систему представляю. Видела, как это делается, видела задания. Для проведения пробного единого госэкзамена по русскому языку для родителей было задействовано две аудитории. Участников разместили за партами с соблюдением социальной дистанции. Как на реальном экзамене, перед началом выполнения работ аудиторные организаторы ознакомили всех с правилами поведения, порядком оформления бланков и пожелали успешной сдачи. Будьте уверены, каждому, кто учился в школе, по силам сдать «ЕГЭ». Все задания составлены на основе школьной программы. Поэтому каждый из вас может успешно сдать экзамен. В экзаменационных бланках для родителей заданий было на порядок меньше, чем у выпускников. Но даже для их выполнения участникам нужны были знания лексикологии, синтексисы, пунктуации и орфографии русского языка. Это два задания с кратким ответом и сочинением. Максимальное количество баллов – это 27 первичных баллов. Два за краткий ответ заданий и 25 баллов за сочинением. На выполнение работы экзаменующимся дали 30 минут. Результат будет известен на следующей неделе. Каждому участнику пробного ЕГЭ выдадут протокол, где будет указана сумма набранных баллов, критерии оценки работы и комментарии экзаменационной комиссии.